Привет всем! Бытует такое мнение, что наркоманы не меняются, они не лечатся, и ничего с ними в жизни хорошего произойти не может. Даже зачастую сами зависимые не верят в себя, не верят в свои силы. Сегодня у меня будет в гостях тот человек, которого я знаю еще с давних времен, и когда я его увидел первый раз, это было действительно печальное зрелище. Это была падшая такая мразь, которая нуждалась в помощи, нуждалась в уходе со стороны других людей. И постоянно должна была быть под контролем. Но по прошествии определенного времени я вижу, какие изменения происходят в этом человеке, я вижу, как он растет. И своим примером он дает мотивацию, дает цель и идеал для тех зависимых, которые нуждаются в выздоровлении. И сейчас, сегодня, я не побоюсь этого слова, это руководитель самой серьезной, мощной и продуктивной организации по реабилитации и помощи нарко- и алкозависимым людям. Андрей Николаев, он является директором общественной организации по защите граждан от наркотической и алкогольной зависимости, свобода, член Совета ЛНК, член Ассоциации Здоровая Молодежь, ну и много различных общественных деяний. Ну вот, сегодня интересно не о том, наверное, что ты сегодня делаешь, а, ну, твой путь, как ты к этому именно пришел. У меня вот информация есть. Я вижу, что ты готовился. Да. Что ты наркоман. Вот злые языки говорят, а Андрей наркоман. Ну, может даже, ну, когда-то я употреблял наркотики, вот, даже зла употреблял. Последний раз я употребил около семи лет назад и с тех пор, когда я вот не употребляю. И что меня, в принципе, это привело, вот, заниматься этими общественными делами и заниматься вообще реабилитацией. Всем, чем я занимаюсь, вот именно мое, именно мое прошлое, вот, о котором, я не знаю, можно рассказывать очень долго. И там очень много и интересных историй, неинтересных, грустных, негрустных, там и приводы в полицию были. Ну, и много-много всего, как у всех, в принципе, наркоманов тех годов. Первое мое употребление было в 2000 году. Ну, если брать наркотики, там мне было около 16 лет. Ну, да, 16 лет, потому что в 2003-м я уже пошел служить в армию. Ты считаешь, что ты был плохой наркоман? Ну, выражаясь таким языком, есть конченый, а есть еще не запущенный. Ты как себя видишь в употреблении? Ну, смотри, я, ну, я могу, да, там, понимать, что такое конченый наркоман, что такое не конченый. Потому что, ну, ко мне много людей приезжают на реабилитацию, и все родители говорят, там, он еще не конченый. Ну, я понимаю, что не такое. Я служил в армии, я прослужил 5 лет. И употребляю при этом наркотики, употребляю алкоголь, причем в бесконтрольных количествах. Ну, и я умудрился прослужить 5 лет, получить звание офицера, после чего благополучно оттуда уволился. Ну, потому что уже, знаешь, как приезжали. Я устроился в службу судебных приставов, где точно так же проработал 2 года. Я работал в банке, я работал в такси. Вот год. Вот когда я пришел в такси работать, это было как бы мое дно. Ну, то есть, да, это работа, которая не требует никакого графика. Свобода, да? Свобода, да. И вот я вот именно тогда ушел в торбу. Еще у меня была девушка, она меня как-то все время контролировала, что ли. И я за счет того, что, ну, с ней были отношения, я как-то себя держал, ну, более-менее. Потому что когда она плюнула, я сказала, да пошел ты к черту. Ну, как бы я, ну, просто мне тогда было, ну, не было смысла контролировать себя. И я очень быстренько скатился. И пришел сам, попросил о помощи. Понимал, что она нужна. Андрей, а можно сказать, что ты выздоровел от наркомании? Ну, вообще, ты веришь в то, что можно выздороветь от наркомании? Хороший вопрос. Следующий вопрос. Ну, как ты можешь охарактеризовать то состояние, в котором ты сейчас пребываешь? Ну, был я конченным. Ну, я думаю, что был. Ну, по моему мнению, на сегодняшний день, если смотреть, какой я был тогда и какой я сейчас, я был не то, что конченый, я был деградантом. Я был даже не развившийся подросток. Потому что первый раз я потребляю в 16 лет, в принципе, там я и остался. А может, даже еще раньше. И как-то вот, да, там, разве, до 27 лет я жил у шеи у своих родителей и никак не развивался. Поэтому, конечно, конченая, деградирующая личность. Ну, знаешь, как-то, даже если захочется очень сильно, ну, тут надо будет, я не знаю, приложить максимум усилий, чтобы, ну, как бы к этому вернуться. Ну, в принципе, смешная ситуация. Взрослый дядь коротит землю, там. А ты, ты что видел, что сейчас какие-то молодые дядь керой в земле? Сейчас есть 50 лет, 60 лет. На реабилитацию приезжают, вот у нас последний реабилитант, который был ему 67 лет. Ну, и что, и он рыл землю, а что делать? Сейчас просто так наркотики продают, поэтому приходится рыть землю ногтями. По средствам чего ты менялся? Ну, по средствам взятия на себя ответственность. Ну, уровень моей ответственности в начале моего пути и сейчас, это совсем разные вещи. Ты являешься директором разных организаций? Я являюсь директором сети реабилитационных центров «Свобода». Это самый лучший центр на сегодняшний день в России. И пусть меня покарают те, кто так не считает. Я с тобой согласен. В общем, ты директор преуспевающей очень мощной реабилитационной системы. Ты занимаешься общественной деятельностью. Ты в спорте активно, да, там, не пропускаешь тренировки. У тебя есть определенные успехи, да, то есть были попытки там вообще заработать мастера спорта. Да и подожди еще. Еще подожди, еще все будет. Да, там, семьянины. А все, что у меня есть на сегодняшний день, да, там, вот, управление всей этой организацией, оно требует очень много ресурсов энергозатратных. И я вот иногда даже, ну, очень мало уделяю времени своей семье. И я вот где-то недавно прочитал, что если ты, ну, хочешь, чтобы твои дети были счастливы, давай им в два раза меньше денег, ну, давай им в два раза больше внимания. Вот. Я как бы понимаю, что на сегодняшний день я им не даю ни того, ни другого. Вот, ну, то есть мне там тяжело, чувствую себя дискомфортно. Ну, внутри, вот, вот здесь, в принципе, сейчас большое какое-то пространство такое. И вот эти камеры, свет, ну, мне очень дискомфортно здесь. Вот. И как-то вот это ощущение можно было раньше убрать с помощью наркотиков. Тревоги, там, какие-то неудачи, там, что-то не получилось. В принципе, да, употребил их хорошо. На сегодняшний день я понимаю, чтобы мне получить какое-то удовлетворение в жизни, мне нужно взять какое-то дело и довести его до конца. Ну, то есть мне нужно, да, там, что-то постоянно делать, ставить перед собой цели, достигать их. И вот я, когда достигаю цели, блин, я чувствую себя вообще прекрасно. Вот это, знаешь, пик. И я чувствую себя, когда у меня все мои потребности внутренние, они удовлетворены. То есть был рядом человек, который тебя иди. Ну, изначально, да, изначально он как-то подтолкнул на меня, а потом в дальнейшем, ну, она меня просто поддерживала, жена. Потом появилась дочка, которая, ну, я как-то, как-то сказать, я, наверное, больше не из-за того, что там семья у меня или там жена, вот у меня было желание доказать некоторым людям, что я могу, что я способен, что я достойный. Мне хотелось там отцу своему доказать. Ну, ты там шел. Я больше шел, наверное, на желание доказать, могу, я сильный, я мощный, я, у меня все получится. А жена меня просто всегда поддерживала и никогда не кредитировала, не имея гениала ни в чем, и за это и спасибо. В рамках реабилитационного процесса общей зависимости и созависимости мы часто поднимаем вопрос семьи, семейных ценностей, там, основ воспитания, деструкции семьи и тому подобное. По какому принципу ты вот свою, да, семью, свою ячейку построил? Ну, у тебя нет какой-то задачи, ну, как-то по-другому, да, воспитать детей, нежели чем, там, тебя воспитывали, да, чтобы они в другой среде росли. Не будут допущены, так скажем, те ошибки, которые были со мной. Я поэтому реализую сейчас в детях вот тот план правильного воспитания, как я его вижу. Есть ли это такая задача? Ну, вот, если брать дочку, то я, в принципе, ее больше переложил к моему жену, потому что она женщина, и жена как женщина, ну, я думаю, она объяснит ей, как надо женщине жить, потому что я не знаю, мне это тяжело. Вот, к примеру, ну, вот я вот увидел, и я не знаю, звонил тебе, не звонил, ну, говорил, что у меня дочка ногти начала грызть. Говорил? Да, и я вот понимаю, что она грызет, а я не знаю, что у нее спросить, мне уж прям тревожно стало. И мне где-то на какой-то момент я прям погрузился вот в это, зачем она грызет ногти, для чего, а потом думаю, ну, пусть грызет. Ну, это ее ногти, там, я ей объяснил, что там у тебя может деформация ногтей быть, и у тебя будет некрасиво ногти, когда ты вырастешь. Поэтому, ну, там, выбери сама, какие тебе нужны ногти. Ну, сейчас смотри, что не грызет в воде. Ну, носу ковыряет. Ну, вот, носу ковыряет, это моя фишка. Да, там, плевать, это моя фишка. Это полезно. Да, я это вижу, что вот дети за мной повторят. Я все время, знаешь, там, говорю, дочка там раскидает игрушки, я говорю, слушай, не раскидывай, ну, там, собери. Жена заходит, говорит, да ты на себя посмотри, вон, поди, да, у меня там висят мои штаны везде, мои майки, ну, то есть по всей квартире все разбросано мое лежит. И я вот пытаюсь, да, там, ребенку сказать, что нужно все это собирать, но не делаю этого сам. Вот, и я это понял, я больше, ну, как бы, на сына рассчитываю, потому что вот у меня же сын растет, я хочу его там в спортзал объяснять ему, там, как быть мужчиной, что такое, там, водить машину, ну, вот, то есть вот такие какие-то там вещи, я готов взять вот, ну, на себя эту ответственность. У тебя уже план, что ли, расписан? Да, я же мечтаешь. Вот я прихожу в баню, смотрю, там мужики сидят с малыми, вот он его там затащит в баню, понимаешь, посадит его на лавочку, говорит, сиди. Вот он сидит, ребенок, ну, ему там 6 лет, он вообще не понимает, зачем эта баня, нахрен его, затащили в эту жару. Еще и полотенца сверху кинули, вот он сидит, пап, можно я выйду? Нет, еще рано. И вот я тоже так хочу. Папа, сиди. Нет, это, ну, это совместное времяпрепровождение, это, ну, ты должен понимать, это важнее всего. Не важно, какое оно будет, важно, что это буду я и он, и как бы мы вот вместе будем проводить время, и это, по-моему, самое ценное, что может быть. Это круче любой игрушки, машинки, Оксфорда и прочего всего. Вот и все. Хорошо. А семья для меня это, знаешь, вот что-то, что-то, я вот все время думал, что такое для меня семья. Ну, да. Я, знаешь, вот это для, я езжу в машине, думаю, семья, так, что это такое, это моя рука, нога, там, право, левая, это моя опора, ну, то, куда я прихожу. Да ни хрена, это, знаешь, вот есть вот у меня внутренний мир. И вот семья там заполняет часть этого внутреннего мира. И вот пока она есть, у меня эта часть заполнена. И я вот как-то, да, круче, я не смог найти рационального объяснения своей семье. Вообще, вот, да, там, семье в принципе. Я просто смотрю, все люди в мире делятся, ну, на семьи. Ну, мои родители, они как-то была семья там, ну, они там распадаются, новые создаются, но, то есть человек без человека жить не может. И я думаю, ну, наверное, так устроен мир и хорошо. Ну, можно тогда, в принципе, сказать, что семья это, вот, например, да, используется в реабилитации, да, такое, что семья. То есть семья это круг приближенных людей получаются. Ну, не обязательно, да, именно родственные, да, там, вхожь в семью, как говорится, да, то есть человек, друг семьи, который также является частью какой-то для тебя лично. Ну, видишь, у нас Россия, у нас немножко какое-то понятие семьи, я не знаю, ну, может, исковеркнуть. Разорван. Да, вот если брать Европу, ну, там, из поколения в поколение передаются какие-то ресторанчики, бизнесы, какие-то фермы. Ну, то есть, вот, да, там, что-то, ну, там, начал мой-мой прапрадед еще там построил это KFC, и сейчас оно там передается из поколения в поколение, вот, ну, там, от моих предков, и я буду дальше этого делать. Вот, то есть, есть какая-то цель семейная такая вот. А у нас в России, ну, этого нет. У нас нет там отца, деду, там, внуку, и вот как-то так. У нас просто муж, жена, ребенок, и все, и вот они там закрылись в своем каком-то, там, я не знаю, там, на десятом этаже в многоэтажке, в двухкомнатной квартире. Двоюродные, не в общении, там, родственники нам, да, там, ну, никто ни с кем не общается. Я заметил, что, ну, вот, мои наблюдения именно, некоторые еврейские семьи, немецкие, ну, кавказские, да, вот, проживающие на территории Российской Федерации, они как-то сразу выделяются, что, там, семья, ну, там, есть какой-то день, когда они с семьей собираются, они реально собираются, человек по сорок, да, то есть, это немножко дико выглядит. Ну, на самом деле, это нормально, они друг друга знают, по-крайней мере, да, у нас такая ситуация, что двоюродные, троюродные, они уже вообще в упор, ну, да, это не в курсе. Дальние родственники. Дальние, очень дальние, да, ну, то есть, есть целесообразность, ты считаешь, вот, как-то привить, да, вот, такую ценность своим детям, чтобы дальше клан, ну, рос. А если ты не привьёшь им ценность, вообще, там, семьи, авторитетов и, там, вот, ну, всего-всего этого, а, ну, что он, на чём тогда будет базироваться, вообще, его существование на ютубе? Это есть семья, это отец, он, там, авторитет, он решает все вопросы, там, пойти погулять, надо у него спросить одобрение, ну, к примеру, вот, ну, я лично так рос, и даже, там, в употреблении, когда я был, употребляя наркотики, ну, отец на меня, ага, я слушал, ну, у меня не было такого, чтобы я, там, мать или отца не слушал, как-то, ну, я всегда, я даже помню, я не помню, лет до 17, наверное, домой в 9 часов приходил, у меня с этим было строго, ну, вот, учиться меня никто не мог заставить, знаешь, почему? Потому что я в детстве, вот, у меня, кстати, искажённое было понимание, внимание получать, кто-то его получал, заслуживая, хорошими оценками, учёбой, там, в кружке чего-то добиваясь, в спорте, ну, там, во всём, во всём, то я заслуживал его каким-то хреновым поведением, то есть, если на уроке я сижу на задней парте, там, в кого-то с трубочки плюю, в кого-то бумажки кидаю, то есть, преподаватель постоянно на мне фокус, она постоянно стревожена, я вижу, там, чтобы я себя вёл хорошо, чтобы я не сорвал урок, то есть, все были всегда в напряжении и вот как-то сфокусированы на мне. Я это чувствовал, но я понимал, что мне нужно быть максимально хреновым пацаном, чтобы мне уделяли внимание и время. Злые языки говорят, что такие люди, как ты, наживаются на чужом горе, и целью реабилитации является сугубо задача нечистых на руку людей за работой. Вот что ты скажешь? Ну, так можно, в принципе, и сказать, что наживаемся на горе других людей. Почему? Потому что мы их горе забираем на себя. Вот ты смотрел фильм «Зелёная миля», вот там был такой недор огромный, и он как бы там высасывал из людей. Бесплатно. Ну да, бесплатно. Но он высасывал, втягивал из них, грубо говоря, как это сказать, ну их болезнь. Негатив, так сказать. Вот то же самое, и мы забираем негатив. Мы забираем человека, который, у него нет ни ценностей, ни принципов, ни авторитетов. Он не уважает своих родственников, он вообще, в принципе, никого не уважает, он не умеет зарабатывать. Ну вот да, максимально деградирующая личность, мы его берем на себя, ссоримся там с ним, ругаемся, пытаемся его изменить, и мы его меняем в процессе. Да, из-за этого мы берем деньги. Потому что на сегодняшний день бесплатно никто ничего не делает. Вот кто делает что-то бесплатно? А вот государство, что ты скажешь по поводу роли, не побоюсь этого слова, государства в этом процессе? Есть же сертификаты. Почему ты не хочешь работать по сертификатам, чтобы людей класть на, ну там, бесплатную, да, так можно назвать, реабилитацию? Вот у меня опыт, у нас такая практика, мы брали всегда одного человека бесплатно. Вот ни один из этих людей, которые прошли реабилитацию бесплатно, не вызгораживает. То есть человек, который не вложился в свою реабилитацию, ну если брать родственников, они платят деньги. Если они в это не вложились, ну результата нет. И это всегда были такие, фиатка, короче, безрезультативно. Не хочу связываться с государством, потому что там очень много бумажной волокиты. Во-первых, там они денег дают, копейки спрашивают. За это, я не знаю, по всей строгости, грубо говоря, за каждый рубль придется отчитаться. И чтобы мне брать сертификатчиков, мне нужно нанимать еще очень много сотрудников, это бухгалтерии, юристы, и сажать их в штат, чтобы они сидели там, да, и занимались этой рутинной работой. Она станет просто, она бессмысленная, эта реабилитация. И я считаю, что, ну как-то, да, там, ну у нас сегодня нет, на сегодняшний день, такой государственной какой-то поддержки в плане реабилитации, чтобы можно было хоть как-то там помогать людям. Тяжелый, так скажем, да, как ты видишь, вот сейчас нарко-рынок в России, он такой очень специфический, пугающий людей из зарубежья вообще, что у нас употребляют, как у нас употребляют. Ну ты это связываешь как-то с системой управления в нашем государстве. Вот если брать, там, 96-й год, когда я жил там у бабушки в Новочеркасске, и на путики продавали просто с первых этажей, каждый первый этаж, там были барыги, они продавали оттуда ханку, героин, ну все, что хочешь, да, и там полиция ходила, как бы все это прикрывало, ну так негласно, вот, и тогда очень много было смертей, тогда в принципе вот то, что сейчас у нас соль, тогда это было с маком, ну то же самое, люди ходили невменяемо, они просто спали там где-то посреди улицы, вот, и это было сплошь и рядом, и смертей было столько же. Мы с тобой как-то вели, помнишь, прямой эфир, и там мне пришлось очень много материала посмотреть, я смотрел, что в 96-м году, там показывают съемки, прям 96-й год, парень 11 лет, 12 лет, ну там употребляет внутривенно наркотики, мак, и там он прожил, короче, год, вот там на момент выпуска этого, он умер, ну то есть, да, это все было, сейчас ничего не изменяется, сейчас изменился сам наркотик и его продажа, вот и все. Ну то есть, получается, да, по факту, ну вот смотри, я, я как, как я это вижу, я вижу, что привезти наркотик из Афганистана, грубо говоря, да, там, героин сюда, в Россию, ну это очень накладно, затратно, ну и вообще рисково, в принципе. Проще здесь создать какой-то синтетический наркотик и разложить его где-то там по углам, и все, и дайте объявление в интернете, сегодняшний рынок у нас весь формируется в интернете, в телефоне, в компьютере, в ноутбуке. Ну просто многие считают, что, ну это конкретно власть, там, да, там плохая, поэтому продаются в таком количестве наркотики, многие там начинают мне кричать, как будто это мои аптеки, что там, закрой аптеки, как я их закрой аптеки, которые занимаются, там, продажей каких-то веществ, ну и много организаций, опять же, общественных, которые, там, в борьбу с этими аптеками, то есть, в принципе, ситуация, что 20 лет назад, что сейчас она не поменялась, просто наркотик другой. Нет, ситуация меняется, наркотик еще появился 5 тысяч лет назад. И вот со времен Советского Союза, ну начал наркотик, как-то, да, прогрессировать, 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 потому что была война во Вьетнаме, там Америка пострадала от наркотиков, она это перенесла к себе в Америку, и сейчас у них там эпидемия этого всего. У нас в России тоже там может быть. Афган. Ну, Афган там, да, и много-много всего. И вот это все, оно набирает свои обороты, и, соответственно, да, там, вот мы идем к тому, к чему идем. Дело не в том, что наркотики продаются в аптеке или где-то там еще в интернете. Дело в том, что почему подростки их берут? Еще дело в том, почему другие подростки их раскладывают? Ну, они их раскладывают, потому что хотят заработать. Ну, это приезд. Потому что говорят, как заработать? Быстро? Нет, ведь ни один, ни один, как бы, уважающийся человек не пойдет распадывать наркотики, потому что он понимает, что это срок, и он всегда залезет в закон федеральный, ну, в уголовный кодекс и посмотрит, сколько лет, а, до двадцати лет, это нахрену нужен, я не пойду распадывать. За эту тыщу раскладывать эти наркотики, и у него есть какие-то принципы. А человек, который употребляет наркотики, он будет это делать. Подожди, ты же сам говорил недавно в какой-то, ну, во многих в принципе, во всех учебных заведениях, ты сам говорил, что когда, кем вы хотите стать, когда вырасту, ни один ребенок не говорил, хочу быть полицейским, хочу быть космонавтом, хочу быть военным. Ну, и закладчиками они тоже не хотят быть. Они все хотят быть богатыми, счастливыми. Они хотят быть блоггерами. И путешествовать по миру. Они хотят быть, вот, да, то, с чего мынать, они хотят быть успешными. Сейчас. В шестнадцать лет. Ну, хорошо, открой сейчас инстаграм. Что ты видишь? Портняги. Крутая жизнь. Тачки. Девушки там. Все круто, все замечательно. Яркая картинка. Открой пятницу. Ездят люди, снимают отдых, за это получают деньги. Все классно, замечательно. Да. Антона 100 долларов может прожить. Вот. Ну, вот это все, что видят дети. Ну, как ты раньше видел, что ты видел? Картинку какую в рекламе? Фруттелла. Там едут они. Да, счастливая семья. Счастливая семья едет. Я думаю, да, ну, еще такие семьи бывают, что ли. Мне кайф было эту Фруттеллу. Мне казалось, что съесть ее, я смогу стать таким же и вот, ну, счастливым, как они. Я буду на заднем сиденье кабриолета. Ну, да, да. Поэтому нет, дело в воспитании и пока я даже не знаю. Получается, что проблема, значит, в воспитании. То, что народ у нас такой, может, это вообще идет испоконный ковпач. Нет, это идет все. Золотая рыбка, там, сивка, кобурка. То есть, все должно быть вот так вот каким-то чудным образом. Нет, это идет как эпидемия. Мой взгляд, что это идет как эпидемия и она наращивает, наращивает свои обороты. Вот, ну, давай возьмем Голландию. Ну, что там, так много торчков? Что там, так много? У нас побольше. У нас побольше. Почему? Да потому, что там все легализовано и на этом никто не делает бизнес. Ну, там не зарабатывает это так. Там, в принципе, детям с самого раннего возраста говорят, это наркотик. Наркотик это неплохо, это может тебя сделать зависимым рабом. Поэтому выбирай. И многие голландцы, в принципе, как бы там не употребляют. Они могут употреблять по выходным, зато там куча русских наркоманов, которые остались жить. Вот и все. А кто у нас зарабатывает на наркотиках? Ну, кроме тебя, конечно. Кроме меня. Ну, я лично не знаком с этими людьми, но я даже не знаю. Я все время, я тоже, знаешь, это как с семьей. А где они, вот эти люди? Ну, я так приблизительно анализирую, какое количество наркотиков реализовывается, допустим, в нашем городе. Ну, это сумасшедшие суммы денег. Ну, этот человек, я просто даже не представлял, за один день сколько, да, он зарабатывает и где он должен существовать. Ну, вот. У меня такое ощущение, что этот человек, который зарабатывает, он не в Ростове находится. Вот я даже уверен, что он не в Ростове находится. Да нет, почему? Слушай, сейчас делать наркотик, в принципе, там много ума не составляет. Я не хочу рассказывать, как это можно делать, но есть схемия, диалхимия. Ты уже давно не знаешь, как это делать. Да нет, ну все это, ну вот давай возьмем, вот у нас недавно поймали крупного распространителя психоактивных веществ. Сагамонову, ну да, ну девочка, там сколько ей лет, там двадцать с чем-то лет, вот она крупная партия, они там полкилограмма синтетических наркотиков нашли. Вот тебе и все, вот она она. Просто люди, которые хотят заработать деньги, и таких до хрена. В чем ценность того, что ты сейчас трезвый? Ну чем тебе цена твоя трезвость? Трезвость, как таковая, мне не цена. У меня в принципе уже не стоит вопрос трезвости, не трезвости. У меня больше цена моя жизнь, цена качества моей жизни, мне дороги мои друзья, мне дороги мои дети, моя жена, мне дорога моя работа. Просто если я сейчас выпью или употреблю что-то там, или даже вот не курю сигареты, если я закурю, я понимаю, что мой рейтинг упадет вдвое. А если я употреблю наркотики, его в принципе не останется вообще. Вот, и поэтому мне цена моя жизнь, цена мое сегодняшнее вообще состояние, и мне по кайфу уже идти. Ну получается, ты достиг успеха за счет того, что брал на себя ответственность, ну по нарастающей, естественно, завершал дела, которые начинал, тебе это все дает удовольствие, учился регулярно и продолжаешь это делать. А, и семья, да, и семья. То есть, получается, всем этим наполнив, так скажем, чашу своей трезвости, у тебя несопоставимо сейчас употребить наркотик или алкоголь, или вот то, что ты за это время добился. Вот не употребляй это слово, трезвость. Трезвость это хрень вообще собачья. У нас весь жизнь. И как ее прожить, нам надо просто выбрать. Либо ее прожить в угаре в каком-то и в непонимании вообще, что с тобой происходит. Либо ее прожить вот трезво, счастливо, здорово, там, и хотя бы ты увидишь вообще, что происходит в этой, да. Ну потому что, когда бросаешь наркотики, где-то там от полугода до двух лет восстанавливается баланс, ну вообще там, всей эндорфинной системы. И вот я помню, когда он восстановился, я прям, я почувствовал запах от жизни, от природы, у меня краски, ну вот это все включилось. Я вообще кайфанул так, что не хочу это терять. Хотя я не скажу, что мне не приходит там желание употребить какие-то наркотики или алкоголь. Они есть по сегодняшний день и как-то, да, они никуда не уходят. Сразу возникает желание, вот только у меня стрессовая какая-то ситуация, она начинает там потихонечку ковыряться у меня в разуме в моем. И я к этому уже привык и, ну, опасаюсь этого, потому что я знаю, что состояние это может быть неуправляемым. Я могу себя не контролировать вот. Давай так, многие говорят, что там тяг нету, и это более тогда длительный какой-то срок. Вот у тебя на удивление они возникают, как ты с ними справляешься. Ну, твой именно рецепт, инструмент, рецепт от тебя дало несколько действий эффективных на то взгляд. Я о них всегда говорю, я никогда не скрываю, я никогда не держу это в себе, и я всегда, когда провожу лекции в центре, там, ну или вообще где-нибудь, я всегда говорю о том, что есть желание, и его не надо бояться. И пофигу, сколько у тебя лет, 20-30 лет ты не потреблял. Если у тебя есть желание, ты можешь об этом сказать. Это не стыдно, это не позорно. И вот как-то, ну и все. Вот и все. Я уже не стараюсь даже разобраться. У меня это желание, почему оно? Просто знаю, если у меня стресс, оно будет. Все. Ну, я так устрою. Это вот моя жизнь, и я так живу. Вот такая вот история. И самое главное, что этот человек все это не просто рассказывает, он это воплощает в жизнь. Воплощает не словами, а своими действиями. Поэтому я всех призываю. Меньше говорите, больше делайте. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, пожелания. Обязательно будет обратная связь и что-то новенькое. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...